Надежда российской легкой атлетики в победе или как минимум медали Сергея Шубенкова были уверены все. Предварительные старты на дистанции 110 метров, но на шестой дорожке пустота. Многие этого не поняли, а алтайский легкоатлет так и не вышел на старт. Общественность в шоке, спортсмен первое время хранит молчание. Затем стало понятно, сказалась травма Ахилла. Ничего хорошего это отстойно. Разочарование самое главное я почувствовал. Все остальное это мелочь. Сергея отправили на медицинское обследование. О дальнейших планах окружения спортсмена не говорит. В Токио всего 10 российских легкоатлетов. Заявку сформировали еще в конце июня. И тех, кто вошел в список, поменять было нельзя. Это от требования World Athletics. Да, была травма, мы знали об этом. Когда Сергей заехал в Новогорск на карантин, мы все сделали, чтобы он эту травму вылечил. Федерация легкой атлетики сделали все возможное, чтобы восстановить его. Последние тренировки перед вылетом на Олимпиаду были обнадеживающими. Скрывали ли травму Шубенкова? Нам остается только предполагать. Но факт. Один из самых открытых спортсменов России в этом году максимально молчалив. Футболисты «Динамо» Барнаула отправились в Оренбург, чтобы сегодня сыграть выездной матч против местной команды. А после подопечные Александра Суровцева поедут в Новотроицк, где 7 августа встретятся с Ностой. После этих матчей «Белоголубых» ждет Кубок России. На стадии 1-64 финала барнаульцы примут Тюмень. Игра состоится 12 августа на стадионе «Динамо». Дмитрий Дроздов. День с толком.